Элеон это корейская РВР и ПВП ориентированная ММОРПГ от компании Крафтон, которые можно сказать те же самые блухолы, то есть да, Элеон это ММОРПГ от создателей великолепной Теры Онлайн. Изначально проект назывался Эйр, строился на воздушных боях, полетах, ПВП в том числе, но проект по качеству оказался максимально отвратительный и всратый, и было принято решение отправить его на доработку. В итоге концепт игры поменялся, они взяли все те же старые ассеты Эйра, перелопатили боевку, сместили акцент с воздушного контента на наземное массовое ПВП, чуть-чуть подтянули оптимизацию, и в итоге проект стал называться Элеон. Как вы помните, у меня уже был небольшой ролик с первыми впечатлениями из корейского стресс-теста, где мне удалось пощупать игру, ну буквально в первые пару часов, там я ценил боевку, оптимизацию и чисто техническую составляющую. И у меня даже зародилась небольшая такая мысля, что, а эта игра может быть даже и не так плоха, как кажется. На Евроза БТ мне удалось поиграть подольше, дойти до ПВП контента, и в общем, сами увидите, что из этого произошло. Это только самые безобидные и самые приличные эмоции, которые попали в эту нарезку. На стриме такой трэш творился, что большую часть я просто не решился вам показывать. А еще в этом ролике очень много мата, сразу предупреждаю, строго 18+, прощай монет коммунитизации на этом видосе. Так что, если тебе будет интересно, весело и полезно с точки зрения экономии и своих бабок, не забудь поставить лайк, оставить какой-нибудь коммент в поддержку, чтобы нагнать трафика и как можно больше людей это вот увидело. Да. Давайте слово спонсора и понеслась. Ну а спонсор, это, конечно, Вовсирус. Лучший бесплатный игровой сервер World of Warcraft в ру-сегменте. На Сирусе вы сможете найти игровой мир на любой вкус. Вот, например, Скорж. Стабильный, эталонный игровой мир. Он наиболее продвинут в плане ПВП и ПВЕ прогрессии, сочетает в себе все особенности и нововведения, которые когда-либо были добавлены разработчиками. И, конечно, Алгалон, самый новый игровой мир с крайне успешным запуском. Он отлично подойдет людям, предпочитающим золотой баланс версии 3.3.5а, так как Алгалон максимально приближен к оригинальному Лич Кингу. На нем прогресс начался совсем недавно, и сейчас легендарный Ульдуар распахнул свои двери для Искателей Приключений. Вы можете исследовать легендарный комплекс титанов, сразиться на боевых машинах с Левиафаном, одолеть нескольких легендарных хранителей и в конце вступить в схватку с древним богом Йоксароном. За победу в рейде вы сможете получить не только крутейшие ульдуарские сетэкипировки, но еще и легендарного маунта Голову Мемирона. А для тех, кто первым пройдет ульдуар в хардмоде, администрация Сируса выделила 600 тысяч призовых, которые разделяются среди всех участников. Помимо контента Лич Кинга на Сирусе, тебя ждут подземелья и рейды дополнения Burning Crusade, героические режимы рейдов с кастомными боссами, а также куча пвп-контента от арен 1 на 1 и кастомных полей боя до заказов на убийство других игроков за золото. Регистрируйся по моей ссылке и получишь 7 дней бесплатного премиума и особую сумку с подарками, которая поможет стартануть максимально быстро и комфортно. Ну и также ты сильно поможешь каналу, а ссылка, как известно, в описании. Окей, Элеон, Евро за БТ, поехали. Выбираем фракцию, Альянс или Орда. Понятное дело, что мы будем играть за Орду. Огромная проблема в том, что абсолютно нет разницы играть за Альянс или за Орду, потому что расы у всех одинаковые. 4 абсолютно неинтересные и всратые расы. Человек, эльф, фури-карлик и просто какой-то орк, который вообще не вписывается в концепцию местной вселенной, как мне кажется, в принципе, в концепцию местного мира. Классы. Варлорд. Типичный такой вар. Элементалист. Понятное дело, типичный маг. Мистик. Саппорт, я так полагаю. Ассасин и ганнер. Концепция максимально типичная. Воин, маг, прист, рога, лучник. Правда, вместо лучника ганнер. Ну ладно, давайте пробежимся по редактору. Так, прическа пусть эта остается. Тут, в общем-то, да, обратите внимание. Куча-куча ползунков, чтобы можно было создать вайфу своей мечты. Давайте создадим вайфу своей мечты. Идеально. Это просто идеально. Мы наконец-то открыли врата Элеона. Началось вторжение. Синематики уровня мобильных дрочилин. Кайф. Корейцам не стоит пытаться в сюжет и в лор. У них это не получается. Самое съедобное, что выходило с точки зрения корейского фэнтези, это был Архейдж. И то потому, что там был достаточно хороший первоисточник. Я родился. Так. Эээ. Графон. Эээ. Ну погнали, чё. Пью-пью. Ну слушай, ладно. Скилл на лайт-атаку даже достаточно удобоваримый. Хорошо. В ММО-РПГ важен визуал. В нём может быть очень простая графика, но с художественной точки зрения это может быть очень красиво. Из примеров это какая-нибудь Лига Лигет, к примеру. Или World of Warcraft с его мультяшным стилем. В Элеоне графика откровенно не очень. Эх, не повезло. А знаете, она ведь тоже не успела крикнуть Валиндра. Ну хорошо, маг с точки зрения лайт-атаки очень иммерсивный получается. У него просто крутая молния и он хреначит как Дарт Сидиус. Бабах. Бабах. Убер-дамаг. Ну эффекты прямиком из 2005-го, кстати говоря. Вы обратили, нет внимания на эти потрясающие фростболты? Или что это было такое? Абсолютная власть! Я и правда не знаю, что это вылетает, но выглядит это очень всрато. Давай-давай-давай-давай. В принципе я могу просто зажать и просто спамить хэви-атаками. Элитный скулхаунд. Вот так тебе. А вот так тебе. И вот так тебе. Оп, блинк. Оп, увернулись. Продамажили. Ай, я скиллом промахнулся. Но справедливости ради, это действительно намного... Намного приятнее и намного лучше с точки зрения боевки, чем было в Эйр. В Эйр была отвратительная боевка. В Элионе боевка намного лучше сделана. То есть они явно над ней поработали, это большой плюс. Конечно, это все еще не Терра Онлайн, но... Уже, как по мне, довольно близко к ней. То есть убивать вот эти вот толпы противников довольно приятно. Окей. Кстати, да, прохождение сюжетной линии здесь, это тоже симулятор нажатия кнопки F. Флэшбэки с Lost Ark. Собираем их в кучу. Оп. Снесли. Красиво. Боже мой, надо срочно выключить тряску камеры, это просто какой-то кошмар. Это максимально корейская тряска камеры. А давайте вообще пробежимся по графике. Я не знаю что, но лично у меня такой графики глаза болят. Так, посмотрим, что у нас по графону. Ну, может быть теперь меня хотя бы не укачает. Ну графон, конечно, да. Unreal 3 в глаз попал. Зачем? Я вот не совсем понимаю, зачем пытаться делать вот этот вот закос под реалистичность, под хорошую графику. Это именно что закос под хорошую графику. Сделайте вы мультяшность, господи. С четенькими текстурками. Все будет хорошо. Привет, абсолютно максимально типичный демон из абсолютно миллиона таких же ММО. Ты такой оригинальный. Так, ну хорошо. Давайте задамажим вот этого черта. Оп, вернулись обратно. Сдали вот так, сдали вот так. Не получилось. Я почти идеально увернулся. Оп. Причем у лайт атаки рейндж весьма... Ой, достаточно большие. Хорош. Неплохо, неплохо. Надеюсь, что в игре будут какие-нибудь данжики. Прям уж прям вот сложные. Я, кстати, понял, что мне напоминает графика. Графика мне максимально сильно напоминает Астеллию. Вот это если бы Астеллия вышла с нон-таргет боевой системы. Так. Новые шмоточки экипируем все. О-ля-ля. Ммм. Ммм. Я думаю, что подобная форма одежды как-то обоснована местным лором. Буба. Хе-хе-хе. Какая крутая интерактивность. Я такое видел в World of Warcraft времен. БК? Раз. Два. Три. Элли. Отпусти меня. Четыре. О, сука. Раз. Два. Пиу-пиу-пиу-пиу. Причем на него заморозка даже срабатывает. Ай. Пинга. Господи. А что я трачу свою жизнь, блядь, а? В стране, блядь, заводы стоят. Теперь нас ждет увеселительная прокачка. По сюжетке из точки А в точку Б. Вот веришь? Нет, лучше бы просто давали квест на убийство миллион мобов, чем... Это вот бегать не из точки А в точку Б. Я только начал играть, я пролог еще пройти не успел, уже в 22 уровень. Что за чертовщина? Победите бедного заводского... заводного человечка. Хардкорная пи... Я просто представляю, что если ты захочешь прокачать твинка, тебе весь этот маршрут придется перепроходить с нуля. Атас. 2021 год. Бэктрекинг. Так, теперь мне надо еще 5 виверн убить. За шо? Теперь нам надо убить очень много крабов. Целых 5 штук. Но мы убьем немножко больше. Раз. Два. Бум. Красиво. Так, мы вставили 3. По сути, даже больше. Ну, можно сказать, что 3 красных камня. Значит, мы можем выбрать какой-нибудь красный атрибут. Так, еще что у нас интересного? Ледяная тюрьма. Выглядит прикольно. Так, ага, у нас появились дополнительные квесты. Какое счастье, много гриндовых квестов. Все, я побежал, мне с вами некогда. Убили немного гарпий. Убили немного мертвецов. Нам надо остановить вторжение кого-то там. Интересно. Честно признаю, сначала пиздец, какое унылое. То есть это максимально корейское начало. С максимально корейской беготней. О, фпс-то как просила, мама родная. Целых 8 гриндовых квестов. Мы их также все собираем. И бежим выполнять. Убьем несколько медведиков. Соберем немножко красных фруктов. Мы убьем несколько демонов. И убьем несколько... Как, как, кого? Кто, кто это? Это тролли? Данж. Гоблин кейв. Я на самом деле не совсем догоняю, какой умник придумал соло-данжи. Ну что за бред? Он показывает дорогу, прям не знаю, как в НФС. Какой перерост так-а. Несправедливо. Какие потрясающие хитбоксы. Он за километр меня умудрился атаковать. Интересно. Короче, ладно, народ. На самом деле это важно. После максимально унылых несколько часов прокачки мы добрались до первой какой-то ПВП локации. И вполне вероятно, что еще после миллиона гриндовых квестов мы даже найдем немножко ПВП. Поэтому пойдем. Вперед, к приключениям! Но перед этим, да, надо еще немножко погриндить. Господи, кто-нибудь, не знаю, Перл Эббисон, научите этих разрабов делать нормальные споты, а. Такое расположение мобов исключительно негативно сказывается на КПД игроков. Ой, только не говорите, что это опять долбанные сундучки с драконами, серьезно. Только не только не говорите об этом. Опять сундучки с драконами. Второй раз уже. Первый раз я это на записи не показал. Это уже второй раз, когда попадается этот гребаный данж с этими гребанными сундучками. Как же это весело! Я в восторге. Что за выкиды штеры и БДО? Он и есть! Переименовали, что ли? Но они ее переделали. Даже нисколько переименовали, они ее перелопатили. Причем достаточно сильно. То есть по факту концепт игры они поменяли. Стала ли игра от этого интереснее? Ох уж едва ли. Блядь, серьезно. Архейдж, блядь, 14-го года выпуска. И эта игра была шедевром. Блядь, астелью по второму кругу реально впаривают. Ой, да, ты открыл очередной сраный энкаунтер. Какое счастье, блядь. Камни, камни, камни. Я, блядь, реально включил запись исключительно для того, что вдруг случайно ПВП начнется. ПВП! Это ПВП! Стой! ПВП! За Нарнию! За Альянс! На Орду! За печеньки! За чай! Иди сюда! Ублюдок, мать твою, он решил ко мне? Иди сюда, ты говно собачье, жлоб, ванючья. А ну, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок. Она не из чертов, бух ты проклят. Блядь, жалко, экзекута нету. Че, мы его убили? Раз, колбас! Мясо, 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 мясо. При такой графике, правда, нихера непонятно, что на экране происходит. Мясо, 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 мясо. Не, просто осознайте масштаб звездеца. Меня заставили сделать 8 гриндовых квестов, только для того, чтобы открыть сюжетку, по которой я бегаю и убиваю примерно тех же самых мобов, на тех же самых полянах. Гейм-дизайнер вообще не запаривался, как мне кажется. О, нифига себе. Мне даже дадут пострелять из мехи. Два часа позже. Ммм, вы открыли очередной энкаунтер. Здравствуй, очередной лагучий город. Найди 10 отличий от остыли. О, мой фпс. Серьезно, у меня кадров 15, дай боже. Ctrl-P, чтобы сделать фото. Хуенно, блядь. Ну, чувак, тебе может не нравиться нью ворлд? Как бы нью ворлд далеко не идеальное ММО. Я говорю не совсем про это. Я говорю, что если человек вместо нью ворлда пойдет играть вот в это, то есть ты хочешь сказать, что вместо нью ворлда ты пойдешь играть вот в это. Правильно я тебя понимаю? Скорее всего. Подождите, я ему бан пропишу. Костюмчики. Подъехали. Ммм, стилистика. Стилистика. Атмосфера. Нет. Нет. Нет, блядь. Только не это. Только не опять. Только не снова. Я не вынесу этого в третий раз. Я не пойду третий раз в эту сраную дверь. Я не пойду больше фармить эти блядские сундуки на этом блядском драконе. Я больше в эту сраную дверь не зайду. Я эти ивенты, блядь, с драконом в рот топтал. Это было интересно один раз. Это было съедобно второй раз. Но третий раз уж извините, нет, я не пойду. С меня хватит. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дейлики, дейлики. Они голимые дейлики. Дейлики, 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 дейлики. Много дейликов. Бегай, делай дейлики. Мы уже убили 50 мобов. Теперь нам надо собрать еще кучу травы. Причем за разную траву мы получаем разное количество очков. Типа тут есть целых три вида травы. Не говорите, что это неинтересно. Мне интересно, какой конкретно вид травы курили разрабы этого шедевра. Ура! Мы взяли 35-й левел. Какое счастье. Все, ПВП. Наконец-то мы его открыли. Давайте куда-нибудь сходим. Так, арена 1 на 1. Погнали. Так, но у меня билд, наверное, не особо подходящий. Так. Ты гляди, а, как мансит красиво. У меня слишком много скиллов, которые кастуются по времени. Я думаю, это плохая идея, и мне надо срочно взять больше фрост скиллов. Блядь, какие загрузки долгие, ты серьезный? Я каждый раз буду вот такую вот загрузку смотреть. Ну вот, смотрите, из рекомендуемых ПВП пресетов исключительно фрост скиллы. То есть ПВЕ играется в фаере. ПВП исключительно в фросте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, а, 37-й левел, в смысле? А здесь уравниловка есть на арене, я не понял. В смысле 37-й? Но все равно, Рога меня как-то через... Все равно... Слишком больно в миле. Слишком больно в миле херачит. Слишком больно в миле херачит. Я его ничего не могу не с ним сделать. Даже если я буду его пытаться еблом танковать, он меня все равно передамажит. Причем я ему... Это пиздец, говорю, они хилятся, ты посмотри. А вот так, а вот так, а вот так. А, в смысле, все, наши все сдохли. Понял. Нормально. Просто попался мистик, все пизда. Он нахиливает. Овер дохуя. Хотя тут еще и ассасин. Вы просто зацените. Я ничего не хочу сказать про баланс этой игры, но ассасин, который нахиливает больше, блядь, чем мы вдвоем надамажили. Мне кажется, или что-то с балансом здесь не так. Я просто не понимаю, какой умник додумался на серьезных щах делать разбойнику, у которого есть стелс, какой-то вампирик билд. Короче говоря, у нас есть open world пвп. Но мы тебя в него не пустим. Смотри, пвп. Я пвп нашел. Настоящее. Здесь есть пвп. Зонарни! Ой, господи, какое оно лагучее. Боже ты мой. Что вообще происходит, блядь? Какие-то люди куда-то бегут. Все взрывается, ничего не понятно. Типичное такое РВР. Давайте вперед! Задавим их интеллектом! Хотя не надо на самом деле никуда бежать, надо просто вот этого вот чувака убивать. Давай! Еее! Одолели капитана. Ура! Теперь нам надо сломать будку. Вперед. Проблема в том, что у этой будки хп столько, что мы ее будем ковырять неделю. А где, не знаю, танки, посадные машины, хоть что-нибудь. Еще один капитан пожаловал. Что, игроки прибежали? Типа мы просто пытались сломать барак в течение получаса. Просто прибежала вражеская пачка, дала нам под жопу и мы убежали обратно. Так не доломав этот барак. Давай теперь наша пачка. Доминируем! Вперед! Да, давай, давай, да, да! Вперед, давай! А что-то как будто какой-то хил будет. Или мне что, банками отъедаться? О, 21-0-0. Срочно регаемся на замес. Это просто какой-то огромный батлграунд. О, иди сюда, дорогой. Добивайте, добивайте там. Ну, типа, да. Типа, наверное, это весело, я не знаю. Но мы даже убили одного дракона элитного. Я не знаю. Вот в Вархаммере мне было весело. Здесь мне что-то... Как-то... Ну, я думаю, на этом мы сегодня закончим, потому что... Я не знаю, что еще тут можно показать. Конечно, более подробный и крупный обзор я буду делать, когда игра выйдет в Ру-сегменте. А она выйдет, да, это официально. И там уже я подробнее попытаюсь разобрать механику, активности, ну и прокачаться до Капа, ясное дело. Но сказать, что мне будет это впадлу делать, это ничего не сказать. Но, если брать чисто поверхностный и необъективный взгляд с высоты 35-го левела, то впечатление от старта игры... Это полный шиндец. В Эллионе есть ровно две позитивные вещи. Первая, это боевая система, которую действительно доработали, и она ощущается, ну, неплохо. Конечно, до Блэк Дезерта ей как до Сиула Рака, но в ней есть более-менее вариативность, какое-то билдостроение под разные ситуации. Это реально плюс, особенно по сравнению с боевкой в Эйр. Второе, да, ПВП много. Как только берете 35-й, у вас сразу локации, в которых постоянное катание зерк на зерк с ломанием сараев. У вас куча арен, БГ по таймерам. То есть, если у вас нехват ПВП в крови, то да, наверное, тут вам прям будет чем заняться. И на этом плюсы кончаются, по моему мнению. Во всем остальном, игра очень плохая. В ней ужасная графика и визуал. Просто вырвиглазный. В ней очень посредственная оптимизация. Не особо лучше какой-нибудь Астелли. В ней максимально убогий левел и геймдизайн. Вот есть какой-нибудь Блэк Дезер, да? На нем есть споты, сиди и фарми, отвлекаясь разве что нас бегать до палатки и на ПВП. Тут огромное количество этих всратых убогих квестов, дейликов. Тут убей 50 мобов. Там собери 20 какого-нибудь говна. Тут какой-нибудь хренью пострадай. Конечно, если их делать в пати, то не так убого и не так долго, но все равно эта тупая беготня бесит. Мобы на спотах расположены крайне всрата. Честно, я не знаю, кому может понравиться эта игра. Если хотите реально хорошего РВР, идите в Вархаммер Онлайн. Не нравится таргет классическая боевка. Есть великолепная ПВП в Гилд Ворс 2. Очень скилловая, честная, в котором куча всяких нюансов. Есть Архейшан Чейнет, который при всей своей гриндовости в миллион раз интереснее и красивее. Он сделан хотя бы с душой. С точки зрения гринда, есть Блэк Дезерт, который и графонистее, и боевка там намного лучше. Эта игра, по сути, не имеет вообще никакого смысла. Я говорил, говорю и говорить буду, что это просто очередная сезонная дрочильня на год, максимум на два, которая опять хайпанет за счет всяких говноблогеров, ссылка и в описании, которые попрут ее рекламить, взлетит ровно на год, после чего успешно ее все закинут, потому что 80% отвалятся уже на старте, когда увидят всю красоту, в кавычках, местного геймдизайна, а остальные 20 еще побегают, пофармят, повеселятся кланами, возможно, а потом их все это задолбает, и они вернутся кто в линягу, кто в БДО, кто в ВАХУ. Так и будет. И в обзоре я обязательно повторю это все еще по одному кругу. Если ролик был для тебя полезен, не забывай поддерживать его лайком, оставить пару комментов, поддержать его копейкой на бусти как вариант, да и вообще подписаться на канал, если интересуешься ММО индустрией. Спасибо тебе за просмотр и до скорых встреч, пока.